Дорогие друзья, давайте сегодня вместе с вами прогуляемся по древнему городку Солерно. Приезжать в этот городок на несколько дней или неделю, чтобы осмотреть только достопримечательности Солерно, думаю, не стоит. Их можно осмотреть за один день. Солерно для отпуска мы выбрали по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы приехали сюда немного отдохнуть от большого города. Хотелось отдохнуть там, где поменьше людей. Во-вторых, мы приехали из Рима на машине, и поэтому нам было очень важно, чтобы у нас была парковка. А в Солерно без проблем можно найти бесплатную парковку. Ну и, конечно же, цель нашего путешествия было путешествие на Амальфитанское побережье. И порт города был для нас очень важен. Если Солерно сравнивать с ближайшими маленькими городками Амальфитанского побережья, то он будет сереньким, не таким красивым, как в Етресульмаре, Позитано, Амальфе, Равелло. Но в любом случае здесь тоже своя история, и не стоит сбрасывать его со счетов. И еще один большой плюс этого городка, что здесь можно остановиться в отеле, а потом каждый день на пароме ездить по Амальфитанскому побережью. Что мы и делали. Солерно будет как стартовая площадка для знакомства с побережьем. Да и отели в Солерно стоят намного дешевле, чем в городках Амальфитанского побережья. Берите на заметку. Как и в любом итальянском городе, одна и та же улица может выглядеть абсолютно по-разному утром, днем и вечером. Конечно, было бы лучше, если бы я вам показывала эти же улицы в вечернее время. Они бы выглядели более атмосферно. Но, к сожалению, когда я с семьей, у меня совершенно не хватает времени на съемки. В отпуске хочется как можно больше уделить внимание любимому мужу. Дорогие друзья, в этом видео мы с вами прогуляемся немного по улицам города. Зайдем в кафедральный собор Солерно. Он поразит вас своей красотой, как поразила меня. Поднимемся на вершилу холма, где находится замок Ореки, чтобы посмотреть, что сохранилось от замка и полюбоваться прекрасными видами на город. Вот такая небольшая программа на ближайшее время. В историческом центре города очень много маленьких магазинчиков, лавок. В вечернее время открыто очень много баров, ресторанов и клубов. Весь день можно путешествовать по Амальфитанскому побережью, потом вернуться в Солерно, отдохнуть, поужинать, провести прекрасный вечер. И на следующий день вновь отправиться на пароме уже в другой городок Амальфитанского побережья. Мне лично очень понравилось так путешествовать. Не всегда в вечернее время мне хотелось идти в ресторан. И поэтому для меня было очень важно, что в Солерно в шаговой доступности было очень много продуктовых магазинов и рынков. Особенно мне понравился рынок, который был рядом с нашим отелем. Мы там покупали каждый день овощи и фрукты. Теперь жалею, что не сняла для вас на видео этот великолепный рынок. Помидоры. Какие там ароматные помидоры. А для меня еще большая радость была, что я наконец-то за 13 лет жизни в Италии нашла на рынке маленькие пупырчатые огурчики. И такие же вкусные, как в детстве с огорода у бабушки. И поэтому, когда мы уезжали, мы вновь заехали на рынок, и я купила себе 2 килограмма вкусненьких огурчиков. Время таких вкусных огурчиков мне не попадалось. Муралис в Солерно украшает узкие улочки. А в вечернее время с искусственным освещением он смотрится еще прекраснее. И кажется, что ты гуляешь по книге с иллюстрациями. Только подойдя поближе, можно понять, что для настенной живописи были задействованы не только стены домов, но и двери, на которых висят замки. Во время обеда и ужина на улицах города звучит музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собор Солерно Если навигатор вас кружит и вертит и не может вывести в нужном направлении, достаточно просто поднять голову, и можно легко дойти по указателям. Ну вот, наконец-то я и дошла до Кафедрального собора города. Давайте вместе с вами поднимемся по этой великолепной лестнице и зайдем в дверь, которую охраняют лев и львица. Продолжение следует... Дворик украшен портиком с колоннами и арками. В центре находится небольшой фонтанчик. Он сделан из египетского гранита. Справа возвышается колокольня середины XII века. В соборе три нефа. В центральном нефе находятся два амвона. Амвон – это специальное сооружение, которое предназначено для чтения Священного Писания. Очень впечатлили меня амвоны. Оба амвона были сделаны в XII веке. Посмотрите, какие гранитные колонны, мозаика, капителии. Все хочется рассмотреть в деталях. Продолжение следует... 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 В центре склепа находится гробница святого Матфея. Как же красиво здесь! Великолепные фрески. Свет хорошо выставлен в крипте, чтобы мы смогли все рассмотреть. В центре двойного свода алтаря расположены статуи святого Матфея. Святой изображен пишущим Евангелие. С книгой, лежащей на колени, и пером в руке. Рядом с ним ангел поддерживает ему чернильницу. Здесь, через небольшое отверстие, можно увидеть гробницу святого Матфея. На экскурсиях по Риму мы очень часто заходим в церковь Сан-Луиджи де Франчези, где находится картина Караваджо. И по картинам Караваджо я рассказываю историю призвания апостола Матфея. Но сегодня мы находимся в Салерно, у гробницы святого Матфея. Матфей жил в городе Капернауми. Он был человеком небедным, имел свой дом и состояние, которое он получил благодаря своей должности мытаря. Его, как и всех подобных, конечно, презирали. И Господь остановил на нем всеми презираемым свой божественный взор. Однажды Иисус остановился у того места, где Левий подсчитывал деньги, собранные с народа. Тут появляется божественный свет, и Иисус, и Петр. «Следуй за мной», — говорит Иисус Левию, — «измени свою жизнь, стань апостолом». И он встал и последовал за Иисусом. Левий был поражен, что Иисус выбрал его в ученики. Обычно мытарей недолюбливали, потому что они собирали налог. И если ты мытарь, это означало, что ты человек без чувств, жестокий, бессердечный и грешник. А тут такая честь. Обычно мытарей человека для сбора податей назначали местного жителя, который хорошо знал, каким состоянием обладают его соседи. Таким мытарем был Левий, и его в ученики взял Иисус. Левий пошел за Христом и с тех пор уже не отлучался от Него. В скором времени он стал одним из двенадцати избранных апостолов. До призвания апостола в ученики его звали Левий. Имя Матфей, которое означает «дар Божий», было дано после того, как он стал учеником Христа. Вместе с другими учениками Иисуса Матфей сопровождал его в путешествиях, видел бесчисленные его чудеса, ходил с проповедью, был свидетелем страданий и смерти Христа и его вознесения на небо. После вознесения Господня наступило время разойтись апостолам, и апостолы разошлись по разным странам с проповедью. Святой Матфей написал свое Евангелие, в Евангелии он описал жизнь Иисуса Христа, рассказал о его учении и о воскрешении из мертвых. Святой Матфей проповедовал Евангелие многим народам, он прошел с проповедью по многим странам. Таким образом, Матфей из человека жадного до наживы, получавшего хорошую зарплату без усилий и какого-либо труда, отказался от всего и после его призвания становится последователем Господа. О смерти апостола Матфея есть разные версии. Я все-таки считаю, что главное не как умер апостол, а за что он умер, а он был казнен за проповедь христианства. Я еще долго ходила, любовалась сводом склепа, рассматривала лепнину и фрески со сценами жизни Иисуса. Склеп был расписан фресками художником-марьянистом 17 века Белиссарио Куренцио. Дорогие друзья, если вы будете в Солерно, обязательно советую вам посетить кафедральный собор и спуститься в крипту. Нов Edinburgh Солерно-марьян Вес进 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне кафедральный собор очень понравился, а вам? Я старалась показать его во всей красе, медленно-медленно водила камерой, чтобы вы сумели рассмотреть. Еще чуть-чуть прогуляемся по узким живописным улочкам Солерно. В Солерно есть парк Пиноккио. Пиноккио более 140 лет, а не скажешь, он все такой же озорной, гордый и радостный. Пиноккио является старшим братом Буратино. Пиноккио родился в 1881 году, ну а Буратино в 1935 году. Итальянский художник Антонио Петти создал в парке бронзовую скульптуру, которая приглашает людей, а особенно детей, прогуляться по парку и открыть для себя истории героя через мозаику. Пляжи в Солерно очень хорошие. Широкие, песчаные, просторные. Мне такие пляжи очень нравятся. Широкие, песчаные, пожильные. Нам повезло. В порту Салерну мы любовались парусником Америгу Веспуччи. Америгу Веспуччи был спущен на воду 22 февраля 1931 года. Парусник назван в честь флорентийского мореплавателя. Судно было спущено на воду 22 февраля – это дата смерти Америгу Веспуччи. Судно учебное, видимо, готовится к отправлению в плавание. Хочется пожелать попутного ветра и спокойного моря самому красивому кораблю на свете и его экипажу. Субтитры создавал DimaTorzok В один из дней нашего отпуска мы отправились в средневековый замок Ореки. Он находится на высоте 300 метров над уровнем моря. Из территории замка открывается прекрасный вид на город и на залив Салерну. Замок был построен во времена герцога Ореки II в VIII веке. Он защищал Салерну от завоеваний. Замок окружен защитной стеной, на которой находится множество башенок, так называемые наблюдательные пункты. Какие прекрасные виды открываются на порт. А вон там, видите, парусник Америгуиспуччи. Мы воспользовались лифтом и поднялись еще выше. А здесь великолепный бар, где тоже можно посидеть и полюбоваться прекрасными видами. Замок с башнями соединен мостиками. В результате нападения на город замок ни разу не был захвачен. Сейчас внутри замка находится археологический музей. А вокруг замка расположен парк с узенькими тропками, которые очень понравились нашей собачке Сисси. Любители старины очень часто приезжают в замок, чтобы провести фотосессию. После последней реставрации в замке появился зал конференций. А также территория замка очень часто используется для проведения художественных выставок. Сейчас в августе в Италии ленты всех соцсетей пестрят видео и фотографиями с моря. Вся Италия сейчас в отпуске. Мы же отпуск отгуляли в июле. И с начала августа я уже работаю. После экскурсий на общественном транспорте я еду домой и даже уже успела простыть под кондиционером. Именно поэтому на прошлой неделе у меня не было нового видео на канале. Так как самый главный мой инструмент, голос, был скрипучим-скрипучим. А после пятичасовых экскурсий я вообще предпочитала молчать и пить теплый чай. Ну вот, наконец-то мне стало легче и пора бы уже показать вам еще одно видео из нашего отпуска. От снятого материала у меня очень много. В очереди на обработку лежит где-то около семи часов видео. И я еще не все вам показала с поездки во Флоренцию, в Неаполь. Весь видеоматериал лежит по папочкам. И как только у меня будет побольше времени, я обязательно вам все покажу и расскажу. И, конечно же, мне очень хочется вам как можно больше показывать и рассказывать про Рим. Про те места, которые очень часто туристы пропускают. После этого видео уже на следующей неделе я расскажу вам об очень красивом дворце Рима, который можно посетить. И там нет толп туристов, как в музеях Ватикана. И билеты можно купить прямо на месте в кассе. Заинтриговала вас? Наверное, уже мечтаете посмотреть этот дворец? Да, на самом деле это прекрасный и великолепный дворец. Про который мало кто знает. Так что ждите и не пропустите мои новые видео. В моих воспоминаниях об отпуске у меня останутся не только воспоминания о Мамалефитанском побережье, но еще и воспоминания о маленьких вкусных и ароматных огурчиках. Кому-то устрицы подавай, а я была счастлива простым огурчиком со вкусом детства. Устрицы морепродуктов в Италии очень много, и для нас это обычная еда. Как все-таки мало для счастья надо. Дорогие друзья, цените каждый момент своей жизни, каждое воспоминание, и будьте счастливы во всем. А я на этом буду прощаться с вами, дорогие друзья. До новых видео. Не забывайте ставить пальчики вверх, если видео вам понравилось. Делиться видео с друзьями и писать комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!